Сегодня екатеринбургский ресторатор Иван Зайченко, основатель сети магазинов «Жизнь Март» и ресторанов «Сушков» и «Дель Песто», на своей страничке в соцсетях призвал горожан не облизывать яйца в надежде на миллион рублей в качестве компенсации от него за свои кишечные страдания. Для пущей убедительности на той же страничке был опубликован скрин его якобы переписки с человеком, который утверждал, что он, дескать, разболтался с одним из покупателей и тот ему рассказал о том, что он теперь, далее цитата, яйца куриные облизывает, чтобы заразиться сальмонеллой и миллион с нас получить. Да ладно ты! Серьезно? Абсолютно. Люди как с ума посходили. Много покупателей говорят, что хотят миллион получить. Конец цитаты. Далее господин Зайченко в своем пространном спиче извинился перед покупателями и объяснил, что его затея с миллионом была, даля цитата, совершенно идиотской идеей. Дескать, это его ошибка. Он хотел в случае признания их вины сделать людям добро, но благими намерениями вымочена дорога в ад. Это тоже цитата со странички Зайченко. Как и его уточнение о том, что в списках тех, на кого ссылается Роспотребнадзор, по-прежнему 18 человек. И все прочие на выплаты претендовать не могут. И далее цитата, растиражированная сегодня практически всеми уральскими СМИ. Пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно. Конец всех цитат. Нужно заметить, что ресторатор Иван Зайченко, которого либеральные СМИ цитируют в захлеб, опытный маркетолог и пиарщик, и он не впервые, оказался в центре скандала. Летом 2012 года Роспотребнадзор сообщал о массовом отправлении посетителей в филиале ресторана Сушков на Уктусе. Тогда, по версии санитарных врачей, 24 посетителя ресторана японской кухни и неамериканской пиццы на улице Щербакова подхватили кишечную хворь. Из 17 из них попали в больницы с тяжелыми формами сальмонеллеза, вкусив роллы с тунцом. По предписанию Роспотребнадзора, два ресторана Сушков были закрыты на 90 суток и оштрафованы за нарушение санэпиднорм. Иван Зайченко тогда в комментариях утверждал, что один из поваров якобы хворым пришел на работу, оттого и случилось массовое отравление. Правда, санитарные врачи в ходе ревизии нашли в цехе по изготовлению блюд множество нарушений, сотворить которые, вероятно, не мог один болезненный повар. Впрочем, даже тот скандал не наделал столько шума, как экстравагантное хождение господина Зайченко во власть. 19 сентября 2021 новый для политического обомонда губернии человек Иван Зайченко по партсписку новых людей записался в депутаты областного парламента. Пахайповал немного и приуныл, вероятно, обнаружив, что в ЗАГСО нужно много работать на ниве законотворчества. Через полгода Зайченко сделал сенсационное заявление, заявив о том, что он не может выполнить предвыборные обещания и потому уходит из депутатов. Ровно через 7 месяцев после получения мандата коллеги удовлетворили его прошение о досрочной отставке. И господин неудавшийся политик вернулся в бизнес. Теперь после майского массового отравления 18 екатеринбургцев, купивших Анигири и прочие разносолы в магазинах сети «Жизнь Март», люди из так называемого списка Роспотребнадзора, которым Зайченко пообещал в случае подтверждения источника кишечной хвори от их поставщика выплатить по миллиону. И эти люди превратятся в нечаянно разбогатевших изгоев общества, эдаких упырей, вроде ни за что ни про что получивших кучу денег. В чем-то ресторатор-маркетолог действительно был прав. Его благими намерениями в самом деле вымочена дорога в ад.